Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Продолжая разговор о книге пророка Исаии Вавилонского, мы обратимся сейчас к 62 главе. Как это нередко бывает в пророческих книгах, 62 глава – это, собственно, часть довольно пространного гимна, который обнимает собой 61-ю, 62-ю, 63-ю и следующую, даже 64-ю главы. Здесь, собственно, мы видим продолжение того разговора, который был начат в предыдущей 61 главе, где Господь говорил о том, что правосудие и правда Божья изменят жизнь народа Божьего, и этот народ станет таким знаменем, знаменем правды Божьей в той жизни, в которой он находится. Это вообще довольно важная вещь, потому что, ну, часто людям кажется, что правда Божья – это некие красивые идеалы, которые нереализуемы. Ну, на самом деле, Господь как раз и ждет от своих людей, что мы все-таки будем реализовывать его правду вот в какой-то реальной жизни. И вот, продолжая петь избавление, которое Бог дает своему народу для того, чтобы этот народ был служителем Бога, вот пророк восклицает и говорит, не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его. На самом деле, в этот момент, когда звучит этот гимн, народ Божий едва ли в самом деле достоин той похвалы, которую пытается произнести пророк Исаия. Ну, и любой другой народ, любой другой человек, любую минуту своей истории. Понятно, что как взойдет, как свет, правда его – это не про нас. Потому что в реальной жизни правда Божья для нас является чем-то весьма и весьма отдаленным. Но Бог хочет, чтобы эта правда реализовывалась. И поэтому пророк произносит вот эти слова. «И увидят народы правду твою и цари, славу твою и назовут тебя новым именем, будешь венцом славы в руке Господа». Это проект и призвание, призвание, которое Бог обращает к своему народу. И проект в том смысле, что это то, что Бог задумал, для чего совершается спасение. Для того, чтобы принадлежащие Богу люди, верные Богу и его правде люди, были венцом славы в руке Его. И если в прежние времена, до окончания плена, до вот этого призвания к возвращению из плена, к новой жизни, до этого народ Божий был оставлен Богом, в его биографии, так сказать, в его истории происходили чудовищные, трагичные события, разрушения плена, изгнания, грабежа и насилия, то теперь наступает другое время, новое время, и, соответственно, вот вся та трагедия уступает место благоволению Божьему. И поэтому в 4 стихе пророк говорит, не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут более называть пустыней, а будут называть тебя мое благоволение к нему. Вот эта традиция, до сих пор имеющая известные отголоски и в иудейской культуре, и в человеческой культуре вообще, традиция перемены имени, когда что-то сущностно важное происходит в человеческой жизни, что-то меняется всерьез и по-настоящему, вот эта перемена имени – это такой способ выразить то, что все по-настоящему становится другим. И теперь Бог не гневается на народ, а как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. Снова мы встречаем с вами вот этот символ брачного союза, который обозначает и до некоторой степени объясняет отношение Бога к народу. Теперь, для того, чтобы все это могло произойти, чтобы исполнилось вот это призвание Божье, по-видимому, целая когорта людей, которые здесь названы напоминающие о Господе, людей, доверяющих Богу, людей, слышащих призвание Божье, все время возвещают своим соплеменникам о том, что пришло это время избавления. На стенах твоих я поставил сторожей, которые не будут умолкать. Вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. И не умолкайте, пока он не сделает Иерусалима славой на земле. Вы, напоминающие о Господе, люди, которые свидетельствуют о Божьем призвании, о том, что на самом деле о том, что Бог есть, на самом деле о том, что необходимо поднять глаза к небу и вот Богу довериться. Довериться. Они говорят израильтянам в Вавилоне, угнанным в плен. Собственно, на самом деле, там уже практически все родились в этом плену. Все, к кому обращаются эти напоминающие о Господе. Вот Господь поклялся деснице своей, что твое зерно больше не будет пищей твоим врагам. Потому что, собственно, как раз владение землей-то в Вавилоне было для иудеев непозволительным, в силу особенностей там социальной, правовой, политической системы Вавилона. И поэтому израильтяне думали, видели и выражали это состояние пленное, рабское, мыслью о том, что мы трудимся на чужого дядю. И тот хлеб, который мы выращиваем, его ест какой-то там, значит, вот чужеземный богатей. Не дам более зерна твоего в пищу врагам твоим. И сыновья чужих не будут пить вина, над которым ты трудился. Но собирающие виноград сами будут есть и славить Господа. И обирающие виноград будут пить вино его. Ну, до Карла Маркса там еще 25 столетий остается. Но, тем не менее, надо сказать, что вот эта идея плоды труда должны принадлежать тому, кто трудится, а не кому-нибудь еще. Вот она здесь высказана во вполне явном виде. Ну, это, конечно, совершенно посторонний дополнительный нюанс в содержании 62 главы. А главное, пророк обращается, как и все напоминающие о Господе, не знаем, сколько их было, может, и один Исаия в Вавилонске, может быть, еще несколько. Вот пророк обращается к своим соплеменникам и говорит, проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу, равняйте дорогу. Примерно то же самое, что было сказано и в 40-й главе. В пустыне сделайте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Кстати говоря, вот когда исследователи выдвигают гипотезу о третьем Исаии, который был автором последних глав, там, начиная с 60-й, это выглядит несколько избыточно, потому что, ну, вот прямо слово в слово и мысль в мысль совпадает, скажем, то, что говорится в 62-й главе, с тем, что говорится в 40-й. Итак, выходите, идите, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. Это призыв выйти из Вавилона. Это на самом деле ведь трудный поступок. Жизнь-то в Вавилоне у всех израильтян, ну, как-то более или менее налажена. Ну, да, она трудная, да, она бедная. Да, плоды труда экспроприируют какие-то там вавилонские эксплуататоры страхолюдные. Да, конечно, и национальные унижения, и религиозная несвобода, и прочее, и прочее. Но все-таки претерпелись, понимаете. Кстати, этот эффект очень заметен в биографии и других народов, переживавших подобного рода пленения. После 70 лет советской власти в нашем Отечестве, в общем, наблюдается тот же самый психологический эффект и до сих пор. И до сих пор находятся люди, которые говорят, что про колбасу за 2,20. Это было чудовищное время кровопролития преступлений, позорное и просто буквально сатанинское. Ну, колбаса по 2,20. Вот этот эффект. Не хочется оттуда уходить, потому что претерпелись. Не потому что в аду хорошо, а потому что претерпелись. Вот он, конечно, и в народе Божьем в Вавилоне был ровно в той же степени, что и мы знаем по собственной истории. И, в общем, так же долго еще после окончания плена. И вот, тем не менее, Исаия призывает и говорит, оставим это все, уйдем отсюда, из этого центра кошмара. Насилие, вранья, язычество, идолопоклонство, вот всего того, что было в предыдущих главах, высказано в адрес Вавилона. Уйдем, но это будет знаком того, что наступает по воле Божьей другое время. Поднимем знамя для народов. Ну, потому что Израиль был далеко не единственным депортированным вавилонинами народом. И вот Господь объявляет до концов земли, скажите, через Сиона грядет спаситель твой. Грядет спаситель твой. Понимаете, вот для людей, которые привыкли ни на что не надеяться или надеяться на самих себя, вот это очень важные слова. Бог спаситель. И только Бог, и только Он один. И жизнь перестает быть адом и становится жизнью, когда приходит Бог, когда Бог становится спасителем, когда ты Его принимаешь в качестве такового, как в начале главы, взойдет как свет правда Его, и тогда Бог будет твоим спасителем. Вот это ключевая мысль для 62 главы. И снова, как и в первой ее половине, пророк говорит, тогда, тогда назовут их народом святым, а Иерусалим назовут взысканным городом, а не оставленным. Вот перемена имени связана с переменой сущности, а это, в свою очередь, с тем, что Бог становится спасителем своего народа.